Стоит ли игра свеч? Стоит. С этих слов Елизавета Ландарева начала свой путь в бизнесе. Сказать, что это было запланировано, сложно. В 2019 году она подготовила жилплощадь и начала ее сдавать. Так в помещении начала работать школа плавания. Спустя два года Елизавета взяла все в свои руки, получила второе образование. И вот уже три года в Минеральных водах функционирует Центр оздоровительного плавания категория роста. Я кардинально сменила сферу своей деятельности, работая в коммерческой организации, в достаточно большом промышленном предприятии. Но так случилось, что данный проект в 2021 году перешел в мои руки. Это было очень страшно, это было боязненно, потому что это огромная ответственность. Это ответственность перед родителями, перед маленькими детьми, ответственность перед людьми, которые находятся в воде, в свои рабочие смены. Но постепенно обучились и развиваемся. За три года деятельности в Центре сделали косметический ремонт, отремонтировали раздевалки. Каждый месяц в категории роста проходит 700 занятий. Детей обучают техникам плавания, двигательным навыкам, а также прививают любовь к спорту. Гиподинамия является сейчас, будем так говорить, огромной проблемой среди детей. Дети сидят в гаджетах, заняты в планшетах, и физическая активность у них минимальна. Школьники не всегда с правильной осанкой, практически никогда с правильной осанкой не сидят в школе, а потом приходят и еще сгибаются перед телефонами. Поэтому мы очень рады, когда к нам приходят дети, родители приводят детей для того, чтобы мы занимались физической культурой. Елизавете удалось собрать команду настоящих профессионалов. У всех сотрудников профильное образование. Они регулярно повышают квалификацию, посещают конференции в разных городах. Обучают в Центре детей от грудничкового возраста до 17 лет. Приезжают ребята из разных городов и даже стран. Их число каждый раз увеличивается. Масштабных целей, конечно, всегда очень много. И вообще мечтается построить какой-то такой большой центр с большими переливными бассейнами, где мы сможем организовывать семейный досуг, да, и где будут плавать и родители, и дети. И родителям мы будем давать возможность отдохнуть, пока их детки в надежных руках тренеров. Для молодых родителей грудничковое плавание особенно полезно. Оздоровление с помощью физических упражнений на воде хорошо сказывается и на настроении посетителей. Одна из мечт Елизаветы – приобрести подъемник, чтобы легко поднимать и передавать детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наш центр посещают и детки с ОВЗ, в частности, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями психических, сенсорных функций. Нас посещают детки с хромосомными заболеваниями. Безусловно, душа и сердце болит. Но когда мы видим, как эти дети социализируются, адаптируются и развиваются, мы видим радость родителей. Для нас это самая большая награда, самая большая благодарность, когда есть результат, когда есть действительно эффект. И мы это прекрасно понимаем. Для Елизаветы крайне важно, чтобы родители и персонал понимали то, что в центре безопасно, качественно, и родители могут доверить ей самое ценное – своего ребенка. И ей это удается. В реализации задуманного также помогло и Министерство экономического развития. В этом году по рекомендациям коллег я подала документы на признание нашего проекта как социального бизнеса. Наш проект рассмотрели, меня признали социальным предпринимателем. И далее я прошла конкурсный отбор по мерам поддержки предпринимателей в Ставропольском крае. Проект прошел конкурсный отбор в Минэкономразвитии края. Так Елизавета получила грант на сумму 500 тысяч рублей. Для меня мера поддержки явилась шагом к действию в реализации новых проектов, новых направлений и услуг, которые мне хотелось бы здесь дополнительно развивать. В данный момент мы сейчас строим кабинет, чтобы развивать новое направление параллельно с плаванием. Это Акваджет Текса Тренинг душем Алексеева. Очень хорошая, полезная вещь. Наши ребята состоят в реестре специалистов, которые работают в данном направлении. Регулярно Елизавета Ландарева посещает выставки и мероприятия, организованные Минэкономразвития края и под ведомственными ему организациями. Там она знакомится с предпринимателями, после чего они организовывают бизнес-сообщество. На самом деле я хочу выразить благодарность специалистам Фонда поддержки предпринимательства Ставропольского края, Центра «Мой бизнес», Министерство экономического развития за возможность быть увиденными, услышанными и еще и получить меры государственной поддержки. Это действительно приятно для нас, как для небольшого бизнеса, для скромного бассейна в маленьком городе. И мы постараемся оправдать все ожидания. На сегодняшний день на Ставрополе более 240 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан. С начала года рост превысил 20%. Связано это прежде всего с широким перечнем инструментов поддержки, которые они могут воспользоваться, работая официально. Так, в центре «Мой бизнес» индивидуальные предприниматели и самозанятые могут получить консультации и пройти образовательные программы. Для них организуют участие в межрегиональных и международных бизнес-миссиях, выставках, форумах и ярмарках. Здесь помогают пройти сертификацию и организуют продвижение продукции, в том числе на зарубежные рынки, создают и модернизируют сайты и многое другое. Если предпринимателям и самозанятым гражданам нужна финансовая поддержка, то микрозаймы по льготным программам предоставит Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Поручительство обеспечит Гарантийный фонд поддержки предпринимательства. В 2023 году на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено более 70 миллионов рублей. Из краевой казны выделены более 50 миллионов. Их распределят между молодыми и социальными предпринимателями, выплатят субсидии тем, кто закупил новое оборудование для развития бизнеса. Задача Министерства экономического развития – создать комфортные условия для ведения бизнеса.